И к нашему эфиру уже присоединяется Ольга Евгеньевна Романова, директора фонда «Россидящая». Ольга, мы рады вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга, а вы как думаете, вот эти все спектакли вокруг похорон Пригожина, это вот кого боялись? Боялись внутри самой России кого-то? Или боялись, возможно, гостей каких-то? Вы знаете, здесь было все сразу. Здесь была, конечно, и отсылка к жизни самого Пригожина, которая была полна мистификаций. Здесь было и, в общем, фактически недовольство Путина последним, по крайней мере, годом его жизни. И то, что не предполагалось никаких воинских почестей, явно была в этом отказана. Хотя Пригожин, я помню, герой России, ему были обязаны предоставить и воинские почести, и салюты, и покрытие знаменем, и так далее, и так далее. То есть получается, что Путин его посмертно лишил звания Героя России. Ну и плюс ко всему то, что не приехало ни одно официальное лицо, не собиралось там быть. И, конечно, я уверена, что родным объяснили, что было бы лучше, если бы они выразили бы желание отправить бы Пригожина в последний путь, тихо, по-семейному. Чтобы не было неловкости от того, что никак его не проводили, ну, хоть кто-нибудь, ну, никто. Мало того, что не было предложено места на кладбище, которое, собственно, специально для Героев России, за многие миллиарды рублей было отстроено под мытищами в Челобитево, и где так никто особо не лежит, потому что всегда что-нибудь случается, как, например, вот с Пригожиным, хотя, конечно, у него эксклюзивный вариант. И вот тихо к отцу, это вот на самом деле такое, как бы, как бы пожелание семьи, которое, конечно же, никто не спрашивал. Ну и сегодня, конечно, продолжился этот кураж. Мы знаем, что на могилу пришла жена двойника Пригожина, что дало, конечно, большую пищу для любителей разнообразных конспирологических теорий и версий, почему это так, почему пришла жена двойника и не погибли двойник. В любом случае, Пригожин умер. Кем бы ни был человек, лежащий в гробу, Пригожин умер, поскольку без ЧВК Вагнер, без своих активов, без своих денег любой человек, который когда-либо назывался Пригожиным, никогда ничего сделать не сможет, и сидеть под корягой он тоже не сможет. Потому что если Пригожин жив, мы очень быстро о нём узнаем. Ну, конечно, нет. На самом деле нет. Это продолжение мистификации в его стиле. Ну а что тогда будет с бизнес-империей Пригожина? Вы знаете, её уже нет. Её уже нет, причём, что самое интересное, ещё при жизни. Она начала терять куски. Первым ушла фабрика троллей, и она ушла по, так сказать, по дружественным олигархам, которые были склонны к пиару. Что касается активов в Африке, то Ливия и Сирия, она уже, собственно, под контролем Янычар из Министерства обороны. Туда приехал и узбек Евкуров, замминистра обороны, которого 24 июня Пригожин публично на всю страну унизил в известных кадрах из Ростова, обращаясь к нему на «ты» крайне-крайне невежливо. И что касается других африканских стран, прежде всего Центрально-Африканской республики и Мали, то мы с вами помним, что на африканском так называемом саммите в Санкт-Петербурге Путин рекомендовал, публично рекомендовал президентам этих стран не общаться с Пригожиным, а иметь дело с Министерством обороны и с другими частными военными компаниями, что и случилось. Я хочу сказать, что ЧВК «Редут» очень большая, но, собственно, набирающая еще больше вес частная военная компания, которую связывают с именами и Олега Дерипаски, и Геннадия Тимченко. Собственно, эта компания «Редут» закончила набор, так сказать, добровольцев, имеющих большой боевой опыт в Африку, до гибели Пригожина. И сейчас, собственно, именно ЧВК «Редут» потихоньку замещает вагнеровцев в Африке. Им предложено отправиться на родину, вступить в Министерство обороны, отправиться в отставку или, собственно, примкнуть к ЧВК «Редут», что, я думаю, будет сделано. Я также напомню, что ЧВК «Редут», собственно, сейчас строят два офицера, которые много лет служили и считались преданными людьми Пригожину, именно ЧВК «Вагнер», но уже несколько лет они пошли и делают совершенно альтернативную кампанию именно в рамках ЧВК «Редут». И Пригожин еще при жизни страшно негодовал. Сейчас формально, ну, не то чтобы по завещанию Пригожина, он всегда оставлял какие-то распоряжения, если он будет недоступен по каким-либо причинам. Возглавил офицер по имени, по фамилии Елизаров, с позывными «Лотос», 82-го года рождения, офицер, судимый, уроженец Ростова, это действительно доверенное лицо Пригожина, но он, конечно, ни разу не, в общем, полководец, ни разу не полководец, каким был фашист, но, тем не менее, в общем, талантливый офицер, так это ни странно сочетается, да, Дмитрий Уткин, и уж, конечно, тем более не талантливый менеджер и бизнесмен, каким был, собственно, Пригожин. Ольга, а вот все-таки ведь Пригожин занимался вербовкой заключенных, от этой идеи едва ли откажутся, на чьи плечи теперь положат эту задачу, потому что так или иначе осенью все-таки прогнозируют, хоть скрытую, но мобилизацию, и в рядах заключенных, вероятно, тоже она будет проходить. Это главный актив, который отняли у Пригожина за полгода до его гибели. С 1 февраля этого года никакого ЧВК Вагнера нет ни в одной колонии, и с 1 февраля вербовку проводит Министерство обороны. Министерство обороны проводит вербовку очень скучно, без всяких таких пафосных выступлений и красивых вертолетных высадок, как это делал Пригожин. Более того, Пригожин это делал все-таки точечно, он сам перелетал из зоны в зоны вербовал заключенных, а Министерство обороны это сразу сделало скучным сетевым конвейером. Каждый день, каждый день, из каждой области России, кроме Чечни, кстати, каждый день уходят эшелоны с вербовными заключенными. Это не такие цифры, как были у Пригожина, которые забирал сразу по 200-300 человек. Ну, каждый день, из каждой зоны уходят 25-30 человек. И они уходят на войну, завербованы Министерством обороны, попадают в подразделение, которое называется Шторм-Зет, и если там вдруг оказывается все переполнено, или просто другие частные военные компании, они поступают в другие частные военные компании, которые сейчас на фронте. А ЧВК Вагнер на фронте нет давно. И это, надо сказать, одно из неожиданных последствий ссоры Пригожина с Шойгу, поскольку, ну, конечно, этого не предполагалось, предполагалось, что все будут жить мирно, и тогда ЧВК Вагнер до сих пор бы оставался на украинском фронте, и все бы эти заключенные, которых выпустил Пригожин, давным-давно погибли бы уже на полях Украины. Ну, если говорить о ЧВК Вагнер, то тут в этой истории уже можно ставить точку. А можно ли ставить точку в вопросе мятежей против Кремля, против Путина? Учел ли Путин все ошибки, зачистил ли территорию? Конечно, Путин территорию зачистил, и он считает, что он учел все ошибки, но, как и любой старый генерал, тем более, что Путин, конечно, старый, но ни разу не генерал, дальше подполковника он не поднялся. Ну, как известно, все готовятся к предыдущей войне, мне очень нравится, как все-таки молодежь называет, называет Путина, да, деды за гаражами, деды за гаражами перебирает карбюратор. Конечно, деды за гаражами, они никогда не готовы к современным вызовам и к тем вызовам, которые готовит будущее. Они сейчас, Путин готов, конечно, к такому же мятежу, к мятежу, похожему на Пригожинский, но ведь не бывает двух одинаковых мятежей. Он может быть совершенно другим, это может быть дворцовый переворот, это может быть и, хотя менее всего, вероятно, народное восстание, это может быть и какой-то переворот по латиноамериканскому сценарию или по сценарию Нигера, все что угодно может быть. Путин готов к предыдущему мятежу, к которому он не оказался готов и, собственно, выглядело очень жалко, за что, собственно, и погиб Пригожин. А то, что будет в будущем, я уверена, что он думает об этом непрерывно, и он очень этого боится, но все мятежи у него, конечно, впереди.